В прошлый раз мы с вами, как вы помните, мы говорили о жертве Христовой. Хочу вам ещё раз напомнить следующее, что, может быть, я не говорил, может быть, говорил, что жертвы сами по себе, они существовали испокон веков. Библия об этом повествует, история религии об этом повествует. Жертвы были различные. Кстати, и до сих пор они совершаются. Например, в индуизме приносят цветы, кадят. Я помню, зашёл в Индии в один индуистский храм. Там огромнейшее извояние змеи, колоссальные змеи, великолепно сделанные из чёрного базальта. И вот морды этой змеи – язык, и жрец перед этой мордой сандаловым ладаном окуряет её. А я был с нынешним патриархом Ильёй. Да ну, Алексеевич, бежим отсюда! Бежим отсюда! В ужасе! Так что, видите, жертвы бывают разные, они всегда приносились. Я почему об этом говорю? Какой смысл они имели? Как в ветхозаветной религии, так и во всех языческих религиях. Смысл, какой их был? Смысл, в общем-то, один, хотя имеет две половинки. Первое. Или таким образом получить, получить, ну, если хотите, прощение в своих грехах. Или второе – и спросить какие-то благодеяния у этого божества. То есть, смысл, обращаю ваше внимание, какой смысл? Смысл очень практический с точки зрения земной. И весь он связан с чем? С нашей вот этой земной жизнью. Причём идея основная – это очень важно, друзья мои – основная идея, коммерческая, так сказать. Я тебе, ты мне. Я тебе, ты мне. Поэтому приносили барашков и быков, а иногда даже и людей. В пасть молоху бросали детей, в раскалённую пасть молоха. Понимаете, да какие даже жертвы находили. Но смысл всех их был именно таков – удовлетворить разгневанное божеством или получить от него благодеяние. Почему об этом я говорю вам, друзья мои? Жертва Христа носила совсем другой характер. Помните, мы же с вами говорили, что даже сам Христос, как написано в послании к евреям, как Бог, вождя спасения их, сделал совершенным через страдания. Телиосе! Слышите? Телиосе! По-русски написано – совершил. По-русски, стилистически, это безграмотно. Вождя совершил через страдания. Понимаете? По-русски так и не говорят. Сделал совершенным. И стоит глагол. То есть, произошло что? Во-первых, о чём говорят святые отцы? Исцеление вот той повреждённости, которой воспринял Бог Слово своём в очеловечении как через страдания. И, оказывается, это является ключом к пониманию не только жертвы Христовой, но и всех последующих, если хотите, жертв, которые человек может приносить или приносит он, делая что-то по любви к другому человеку или к народу. Суть отношений между человеком и Богом какая? Это очень, друзья мои, это очень важно. Вот какая суть, что Бог – врач. Врач никого не наказывает, когда делает операцию. Врач никого не награждает, когда выписывает его из больницы или отправляет на курорт. Посмотрите, какое отношение. Это называется нравственное понимание отношений между Богом и человеком. Почему я об этом говорю? Пожалуйста, имейте в виду, что вся ветхозаветная психология иудейского народа, если вы посмотрите Библию, и затем вся религиозная психология западного христианства остаётся на этом юридическом понимании и отношении между Богом и человеком. Я тебе, ты мне. Я сделал несколько лишних поклонов – уже. Слышите? Я подал милостыню – уже, Господи. Ты мне должен. Слышите психологию? Католическая церковь дошла до того, что догматизировала даже это положение и ввела принцип первоучительный о необходимости удовлетворения правосудию Божию за совершённые грехи. Это удовлетворение может совершаться разными способами, какими-то подвигами, молитвами, милостыней. Я обращаю ваше внимание, что эта психология, она глубоко проникла. И, к сожалению, и в наши учебники это проникло. Это не принцип не исцеления, а удовлетворения правосудия Божия. Отсюда и всё прочее воспринимается, что Господь в спасении, оказывается, оправдывает человека, снимает с него вину. Я прошу вас, друзья мои, запомните это. Вам придётся тысячи раз с этим соприкасаться. Православие говорит – нет! Не вину снимает человека за его грех, а исцеляет его от той раны, которой нанёс себе человек грехом. Что, проку, я самал ногу, прыгну с пятого и третьего этажа, и врач говорит – ну, ладно, мы с вас вину снимаем. Я говорю – спасибо, а нога? Ну, это уж, как знаешь. Как? Две психологии, совершенно чётко различные две психологии. Об этом великолепно пишет патриарх Сергий в своей работе «Православное учение о спасении». Прошу вас запомнить это. Это я просто говорю о, так сказать, подводя итог прошлой встречи с вами. И суть жертвы Христовой состояла в чём? Что Он исцелил повреждённость эту человеческую от чего? От тленности, от смертности, от страдательности. Исцелил. А не снял вину. Вы слышите? Западное понимание жертвы Христовой. Он снял вину с человечества за грех Адама. Это мы-то виновны за грех Адама. Вы только подумайте. Мой дедушку украл курицу, и я виновен. Теперь надо каяться. Ай-яй-яй. Вы слышите, какая? Это вся ветхозаветная. Я бы сказал, иудейско-языческое понимание понимания Бога и отношения между человеком и Богом. Нет. Исцеление! Вот оно, оказывается, какое благо принёс Христос. А вот как оно передаётся нам, об этом мы с вами поговорим. Потому что сейчас я просто сказал общие слова. Что Он в себе самом исцелил. А что же нам об этом поговорим? Сейчас просто я хочу ответить на один маленький вопрос, который очень наивный, и, я бы сказал, глупый, но в атеистической литературе он нередко фигурировал, и потому я должен вам всё-таки сказать. Именно, оказывается, почитание креста в христианстве, вы знаете откуда? Оказывается, в дохристианскую эпоху крест почитался и в Египте, и в Индии, и у каких-нибудь там перуанцев, и мексиканцев. Как? А так, у них тоже находим изображение креста и тоже к нему положительные отношения. Вот, оказывается, откуда взяли христиане почитание креста и приводят. В индуизме, например, Бог Агни. Где он рождается? Как изображается? Пересечение двух линий, от которых исходят многие. Обращаемся к индуизму. Что означает это? Культ Солнца. Солнце, как излучает во все стороны свои лучи. Агни – Бог огня, Бог солнца. Никакого отношения, никакому богоуплощению, никаким страданиям и даже речи не имеет. Или египетский крест. Это, знаете, там вот такая как бы головка сверху, перекладинка горизонтальная и вниз идёт. Круксандата называется. Так вот, говорит, вот оно, крест. А оказывается, это не что иное, как знак Бога гора, гор – Бог солнца. И опять тоже солнце вверху, вниз – это лучи и распространяется во все стороны по всему миру. Ну, в общем, это, я вам говорю, что это такие, в общем, глупости, но писали. И в конце концов, можно сказать, что и знак сложения наш в арифметике тоже откуда. Уж не оттуда ли мы взяли почитание креста? Ну, это, эти факты, так сказать, это всё приводилось, это в литературе, и, как я вам говорил, что в советское время ничего не стоило стать доктором философии, да, только напишите атеистическую книгу Толстую. Оппонентов – нет. Нет. Никто из нас не мог сказать, что же вы глупости такие пишете? Это же невежество. Увы, столько литератур, горы! И, наверное, ни в одной области науки не было столько докторов наук, да, сколько в области этой атеистической пропаганды. Ну, вот так. Это, так сказать, ну, между прочим, я говорю об этом, потому что это такая чепуха, что об этом можно и не разговаривать. Есть ещё другое положение. Атеистическая критика указывает на то, что и в древности, в частности, в Египте, в Сирии, в малазийских, в малазийских, была идея и было почитание, было верование умирающих и воскресающих, умирающие и воскресающие боги. Причём называют даже их имена. Это, пожалуйста, вам, это Азирис в Египте, это особенный... или Осирис, да, в Египте. Это особенно почитаемые, так сказать, божества Донис в Сирии, Дионис или Дионис в Греции, да, Аттес, фрегийский бог и так далее. Что характеризует их и действительно можно ли рассматривать их как некий, ну, я бы сказал, источник, из которого христиане взяли своё почитание и свою идею воскресения Христова. Первое, о чём хочу вам сказать. Если вы посмотрите на их, так сказать, описание их подвига, как правило, они попадаются или в ловушку, эти боги, или попадаются под меч, разгреванный там другого бога или богини. То есть, вся их смерть обычно носила насильственный характер. Никакой добровольности нигде нет. Это первое. Второе, ни одно из этих божеств не связано никакими хронологическими рамками ни с каким периодом в истории человечества или этой страны. Никогда нельзя сказать, Адонис вот тогда-то жил или был, или Дионис. Нет! Это же миф! Кстати, вы помните, что такое миф? Миф – это сюжетное выражение какой-то идеи. Идеи. Выражаются идеи. Если сейчас мы выражаем идеи словами, то древность характеризуется чем? Они выражали это притчами, образами, различными сюжетами. и в этих образах они выражали какую-то определённую идею. Какая же идея была здесь? Я вам скажу, по исследованию всех религий-ведов, все утверждают единогласно. Все эти божества, вот эта идея этих умирающих и воскресающих богов одна и та же. это есть ничто иное, как умирание зимой, осенью, зимой и воскресение весной. Природы. Это образ природы, умирающей и воскресающей. Об этом пишут пишут вообще постоянно. Причём не только сейчас, а это уже в древности, уже древнегреческие даже уже мыслители, они об этом писали. Уже. Ну вот, ну, хотите, например, такой очень известный писатель второго столетия, римский Плутарх. Очень интересный у него жизнеописание сравнительное. Он, например, пишет «Осирис погребён, когда хоронят зерно в землю, что он возвращается к жизни и появляется на свет, когда ростки начинают всходить». Он прямо оттуда их сведения передаёт. Ксенофан, известный греческий философ, просто иронизирует над этими религиозными обычаями в честь, допустим, того же Осириса, право смешно даже, что они и сетуют, и вместе с тем молятся, чтобы опять уродился и созрел хлеб, чтобы снова его сжать и оплакивать. Оплакивают осенью, сжали всю пшеницу и радуются. И радуются весной, следующий год радуются, когда вновь созревает пшеница. В общем, идея именно вот такова, друзья мои, это самая главная идея. Это не что иное, как мифы, выражающие умирание и воскресание природы в самых различных проявлениях. Какой важнейший аргумент против вот этой посылки, что будто бы христиане взяли свой догмат воскресения Христова оттуда. Христос – историческая личность. Свидетельств его историчности огромное количество. Свидетельств о его распятии огромное количество. свидетельств о его воскресении. А свидетельств о его воскресении? Возьмите, ведь мы говорим, Новый Завет переплели в одну книжечку. А ведь там же сколько авторов! И все они, все говорят, четыре евангелиста, разные люди, апостолы, следующее послание апостольское, все говорят об этом. вам скажут, ну, они же, они все были едины. А почему они были едины вдруг? Обращаю ваше внимание на следующий факт, который нужно иметь в виду. Для того, чтобы какой-то факт сделать исторически достоверным для науки, что нужно? Что нужно? Свидетельства. Нужны свидетельства там очевидцев, современников и так далее. Только это может уже нам быть достаточной почвой для признания этого факта. Вы же помните, когда мы с вами говорили о мифологической школе, что, как уже иронизирую над этой школой, писали, Наполеона никогда не было. Ну, всё может подвергнуть сомнению. Действительно. Если встать на эту почву, докажите. Всё можно объяснять как угодно. Но в исторической науке принцип именно таков. Для, так сказать, доказательства существования вот этого факта требуется свидетельство, свидетельские показания. Мы их находим. Причём, какие находим свидетельства? Я уже не говорю о их разнообразии и о тех деталях, которые описываются там. Хочу сказать, обратить внимание на другое, что за веру в этот факт люди шли на смерть. Хотя могли бы отречься. Тысячи и тысячи шли на смерть, не отрекаясь от этого. От Христа какого? Распятого, умершего и воскресшего. Такого количества мучеников имейте в виду, это аргумент, такого количества мучеников ни в одной религии и никогда в истории человечества не было. Для истории как науки это достаточное доказательство, чтобы признать данный факт действительно научным, исторически достоверным. Вот на это, друзья мои, я обращаю внимание. И дальше хочу вам сказать. Говорят, что там в язычестве эти были верования в умерших и воскресших богов. Но слушайте, посмотрите, что было, что было, когда апостол Павел в Ариапахе пришёл и сказал о воскресении мёртвых. До этого его слушали. Как только он заговорил о воскресении мёртвых, то всё. Одни насмехались, другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Иди, голубчик, из сказки нам не рассказывай. Вы понимаете, воскресение в реальность, воскресение кого-то не было веры. Что вы? Это афиняне, это там, где собирались эти мудрецы, интеллектуалы. Вот как они отнеслись к этому. И апостол Павел об этом сказал замечательно, что вера во Христа умершего воскресшего. Иудеям соблазн, эллином безумие. Так что ни о какой зависимости христианского догмата о воскресении, лучше сказать, догмата – это не то. Нет. Факта ни о какой зависимости утверждения воскресения Христа от каких-то языческих верований даже и предполагать не можем. И вообще, скажу вам, язычники считали христиан именно за эту веру болтунами, пустословами. Об этом, кстати, пишет Татьяна. Я вот вам... Вы знаете, вот это древние христианские апологеты – это интереснейшая книжечка. Если вы электричку возьмёте, сядете в посаде, и вдруг вам в бок толкают. Что такое? Москва. Как? Настолько интересная книга. Не оторвёшься. Просто... Вот так, друзья мои, так что крестная смерть Христа, Его распятие, Его воскресенье, да, это есть не просто какой-то веру, какой-то догмат христианства, а это факт, который должны историческая наука признать. Почему должна? Говорю вам, потому что соблюдаются все условия, научные условия, при которой какой-то факт должен быть признан как исторически достоверный. Вот так. Прошу вас на это обратить внимание. Ну, и чисто формально есть вещи. Эти боги, например, они же каждую весну и каждую осень умирали и воскресали, а Христос единожды умер. Боги умирали насильственной смертью и воскресали. Христос добровольно умер, добровольно всё это и по божеству воскрес. Вот в чём дело-то. Это же очень важный такой момент, который просто необходим. Христово воскресение чем явилось по христианскому вероучению? Началом, если хотите, источником всеобщего воскресения, воскресения, а не просто он сам по себе воскрес и всё. Ну, воскрес и ладно. Нет! Это источник и начало всеобщего воскресения. Вот, друзья мои, эти все положения, так сказать, очень-очень важны. И потом, вы помните, как тело Христово приобрело даже новые свойства по воскресению, которых до этого в какой-то степени были, так сказать, в начаточном, но проявили себя действительно в полноте по воскресению. Проходит сквозь, так сказать, для него расстояния не существует, не существует никаких преград, ни закрытых дверей, ничего связанного с этим вещами. Вот так. Это то, что мы можем сказать о воскресении Христовом. Вы, друзья мои, видите, я обращаю внимание на что? На то, что этот факт мы можем интерпретировать как научно-исторический факт воскресения Христова. И я прошу вас обратить на это внимание. Научно-исторический. И здесь поэтому нужно знать, какие научные требования предъявляются для того, чтобы признать тот или иной факт научным. Хорошо, друзья мои, ну вот, а теперь мы с вами можем поговорить о вещах уже следующего порядка. Что дала жертва Христова? Каковы, так сказать, результаты этого? Слова мы постоянно слышим. Христос спас нас, спас род человеческий, спасительные жертвы. Что это значит и как оно значит для нас, то есть, для нас, для всего последующего, так сказать, человеческого рода? мы говорим, что этой жертвой осуществилось то, о чём сказал Христос ещё «Созижду церковью мою и врата адова не одолеют её». Церковь мою. Апостол Павел называет эту церковь телом Христовым. Хотел бы обратить ваше внимание на это. В нашем, если хотите, русском тексте, ну, славянизированном, конечно, церковь именуется единой, святой, соборной и апостольской. Обращаю ваше внимание на слово «соборное», а лучше на греческое слово «кафоликос», которое переведено сейчас у нас как «соборное». Слово «кафоликос» состоит из двух частей. Первое – «каф» – предлог, ну, которое можно сказать «по» или «о», и «олос» значит «целый», цельный, не делимый, а цельный. Ну, как тело! Мы же не можем сказать, что тело состоит из таких-то частей. Нет, у тела есть органы, но оно вовсе не составлено из частей, обращая на это ваше внимание. оно целое, оно целостное. Из частей можно собрать машину, а тело, оно именно единое, а не составлено из каких-то элементов. Так вот, «кафолос» как можно понять наиболее, так сказать, самый важный смысл этого термина, отсюда кафолический, то есть целостной. Целостное, неделимое, единое. Верую воедину, когда мы говорим соборную, то есть одну, там по-гречески стоит «миа», это одну, а кафолос, кафолическую, это единую, не одну, а единую, то есть целостную. Прошу обратить на это внимание. В первом случае числительное, во втором случае даётся качественная характеристика. Яблоко возьмите, оно целое, но в нём мы можем найти много всякой всякой всячины, всяких частиц, да, веществ, но оно целое как таковое. Вот церковь – это есть нечто целое, кафолическое. О чём хочу вам сказать? что именно благодаря жертве Христовой, благодаря тому, что на кресте и в воскресении, это нераздельные акты, произошло исцеление той человеческой природы, которой воспринял Бог Слово в воплощении, эта человечность Христа стала вот той церковью, в которую могут входить люди. Входить в неё. Церковь не создаётся людьми, обращаю ваше внимание, не мы создаём церковь, собравшись вместе в кучку, мы можем только войти в неё, ибо она создана вот этой жертвой Христовой. Каковы критерии истинности, когда мы говорим о реальной земной церкви? Вот сейчас мы говорим 15 автокефальных православных церквей. Церковью также именует себя католическая церковь. Десятки, если не сотни протестантских образований на экуменическом языке, все они также называются церковью. Каковы критерии, по которым можем судить, что это действительно церковь или не церковь? Вопрос очень серьёзный для всех времён и для нашего тоже. Я обращаю ваше внимание на следующее положение. Первое. Церковь именно в полном смысле этого слова только то, где присутствует принятие как священного Писания, вот это то, что называется священное Писание, принять его как священного, то есть не просто человеческого, а священного, как богочеловеческого, если хотите, явления. потому потому что в священном Писании есть и человеческий элемент, и есть божественное откровение. Первое, значит, что это необходимо, чтобы данная община, будем говорить, или поместная церковь признавала именно вот это Писание как священное. Второе, святоотеческое понимание этого Писания. Святоотеческое понимание. Ну, вы уже неоднократно от меня слышали, и сейчас ещё раз я напоминаю вам, что, вы знаете, если мы станем на путь кому как нравится, что как понимать, то мы рассыпемся все как горох, что и произошло в протестантизме. Нет! Мы верим в церковь только там, где есть вера, в том, что понимание священного Писания, правильное понимание могли дать только те люди, которые стали носителями того Духа Святого, которым автором является Священное Писание. Тот Дух, который руководил Писанием, этот Дух, будучи святых, он даёт и верное понимание этого Писания. То есть, святоотеческое понимание Писания. Это касается двух сторон. первое, это касается чего? Вероучительных истин. То, что мы называем догматическим учением Церкви. Святоотеческое понимание. Второе, в высшей степени важное. Второе, святоотеческое понимание основ духовной жизни. Я вам простое слово скажу, и вы поймёте. Можно быть стопроцентно православным по исповеданию веры, наизусть символ веры и прочие вещи сказать, и находиться в жесточайшей прелести. В жесточайшей. Святые отцы предупреждают об этом, что знание, умственное знание, догмата в Церкви совсем не гарантирует его пребывание в Церкви человека. Но оказывается, что такое может произойти не только с отдельным человеком, а такое может произойти с самой общиной, всей общиной, когда могут быть искажены основы духовной жизни. В самой этой общине могут быть полностью искажены основы духовной жизни. И тогда мы говорим – всё, здесь уже нет Церкви. Значит, могут быть искажены вероучительные истины, а могут искажены принципы духовной жизни. – это две разные стороны, которые очень важны. И как в человеке само православное ещё понимание догмата не гарантирует ещё его правильности духовного состояния, так и в общине то же самое может быть. Хотя, скажу вам, истории свидетельствуют, где начинают нарушаться принципы духовной жизни, там постепенно разрушается и догматическое учение Церкви. Мы это видим на примере католической Церкви и протестантских Церквей. Здесь мы находим очень много примеров. Какие ещё важные положения, кроме этого? Чтобы мы говорили о том, что эта Церковь является Церковью, а не просто какой-то общиной. это признание соборных вероучительных оросов. То есть оросы вам понятно, то вероучительные положения, принятые на Вселенских соборах. На Вселенских соборах. По местной соборы вероучительными вопросами не занимались. и если они занимались, то только тогда они приобретали статус догмата, когда они повторялись на Вселенском соборе, подтверждались Вселенским собором. оросы это прерогатива Вселенского собора. Так очень важно, чтобы данная община принимала и исповедовала эти оросы. Ну, и, наконец, ещё, должен вам сказать, характеристикой церкви является признание исторической преемственности церковной жизни. Чего это касается? Это касается священства иерархии. Это касается таинств как таковых. Это касается основ литургической жизни. Ведь, вы знаете, я вам простой пример приведу, и вы, наверное, поймёте. Херувимское. Какое должно быть благовение, понятно, священный текст, литургия. А вы знаете, что можно сделать? Плесовую и во что превратиться? Все слова все те же самые. А там вам будет музыка «Калинка, малинка, моя». А слова уже херувимы. Прямо этот мотив. Всё в порядке. Ох, как это будет настраивать на молитву, правда? Как это будет готовить людей к причащению, когда услышат такую музыку. не правда ли? О, как, оказывается, преемство, преемство, даже чисто вот это музыкальное сфера жизни, как много значит. Вы знаете, сколько раз уже запрещали, например, синодальные были решения, я не помню, в 16-17 веках запрещение концерта во время запричастного. И что вы думаете? Некоторое время держались, и потом опять концертики. И опять концертики. Ну, не дай Бог, люди уже готовятся к причастию, сами понимаете, к причастию, и вдруг они в это время помолятся, пока священники причащаются там. Так вот, чтобы они не помолились, им тут концертик. И да, и да бежат, и да, и да бежат. Да, воскреснет Бог! Пух! Штукатурка летит! А то ещё, представляете, вздрагивают бедный, что случилось? Оказывается, да воскреснет Бог! Да! Ремонт, говорят, надо делать после этого. Неважно! Главное, чтобы люди не помолились. Концертики! Всё, последний момент перед причащением стоят люди и им подсовывают в это время. Голубчики, слышите, литургическая традиция, как она много значит! Я вам сказал признаки, необходимые для признания церкви. А что же такое церковь? Ещё раз! Хочу вам сказать, церковь – это есть единство в Духе Святом всех тех искренно верующих людей, которые стремятся жить по Евангелию. Слышите, что это такое? Единство в Духе Божьем! Единство! Они едины! В чём? В чём едины? В Духе Божьем! Каким образом? Это те, которые искренно стремятся жить действительно по Евангелию. Вот, что объединяет людей. Хочу вам сказать, объединяет людей Дух, а не просто совместное верование. Можно совместно, кажется, веровать умом и быть совершенно разного Духа. Один человек действительно стремится жить по Евангелию, другому плевать на всё на свете. Так вот, что такое церковь! Единство в Духе Святом всех тех людей, всех тех верующих, которые стремятся жить по Евангелию. Вот, кто является членом церкви! Это понятно. Вопрос. – А как же внешнее? Да! Как в человеке есть душа и тело, так и в церкви тоже. Я сказал о сути церкви, но есть и внешняя сторона. Мы церковь называем также общество людей. Слышите? Общество людей, как в катехизе мы читаем, объединённых чем? Единственным верой, исповеданием таинств, иерархией, дисциплины и так далее. Здесь церкви кто принадлежит? Каждый, кто, ну, говорит, я верующий. Независимо от того, какой он жизнь ведёт и прочее. Пока его не отлучили от церкви, он член церкви. Он член церкви. Какой? Вот этой видимой организации, это видимого общества. Кстати, я думаю, что это определение, то есть, не думаю, это известно, взяли опять оттуда с запада, что церковь – это общество людей, объединённых единством. Простите, мы что, филатолисты, что ли, да? Или футболисты? Причём-то общество людей. Это внешняя сторона. Можно быть, кажется, в этом состоять в обществе и не быть в церкви. Не быть в церкви. нам неизвестно, кто в какой степени и как искренне он хочет жить по той вере, которую он имеет. Поэтому и под церковью мы подразумеваем и говорим, что это есть общество людей. Если хотите, даже организации, имеющие определённую структуру, в какой степени необходима эта внешняя сторона телесная, скажем так, в ней, в этой внешней стороне человек может познакомиться с чем? Что такое священное писание? Каково вероучение? Каковы принципы духовной жизни? все это здесь, здесь, в ней, в этой внешней структуре, в этой внешней организации человек может познакомиться, принять это и войти в церковь. Я, друзья мои, очень обращаю ваше внимание на определение вот этой церкви как единства в Духе Божьем. Каждый принадлежит к церкви лишь в той мере, в какой он приобщается Духу Божьему. Как приобщается Духу Божьему? Своей жизнью. Жизнью своей. Когда мы исповедуемся, какую молитву мы слышим над собой? Примири и соедини его святей твоей церкви. Оказывается, своей нерадивой жизнью мы отпадаем напротив покаяния и усердием соединяемся. Я бы такой образ вам церкви показал. Вы знаете, вот как гармошка. Её можно растянуть вовсю и будет звучать, а можно сжать до такого предела, что уже тут дальше и никакого звука-то она не издаст. Так и наше пребывание в церкви. Гармошка остаётся. Наше пребывание в церкви. Гармошка, кажется, есть, а духа-то уже может не быть совершенно. Потом Макарий Великий даже говорит, каждая душа есть церковь. Слышите, Макарий Великий? Душа человеческая есть церковь. И верно. Потому что она или приобщается Духу Божьему, или, напротив, отходит от Него. В церкви внешней уже фактически почти не имеет значения. Вы слышите? Мало-мало имеет значения жизнь человека, даже нравственная жизнь человека. Ну, кто знает, кто не знает. Это внешняя сторона. И поэтому церкви может принадлежать кто угодно, если оденет крестик, то ещё крещённый. А церкви как единству в Духе Божьем принадлежат только те люди, которые искренне принимают христианство и стараются жить по Евангелию. Вот так. Так что, друзья мои, видите, две стороны церкви. Прошу обратить на это внимание. Имейте в виду. В отношении поместной церкви хочу вам зачитать любой поместной церкви святителя Филарета Московского Дроздова. Вот что он писал. Всякая частная церковь частная поместная, он говорит, то, что мы называем, может не только поколебаться, но и разрушиться, как, например, римская церковь. О ней он дальше писал. По самим законам церковным я предаю частную западную церковь суду Церкви Вселенской, а души христианской суду или паче милосердию Божию. Значит, поместная, любая поместная церковь, да, может, как он пишет, поколебаться и даже разрушиться. Римская церковь была первой из православных церквей, а не стала даже и последней, отпала вообще. Это надо иметь в виду, друзья мои, и не кичиться, как иногда православные, мы православные, в какой степени православные. Гармошка, не забывайте! Можно на одну йоту принадлежать, можно в широте во всей принадлежать церковь, как каждый человек, так и поместная церковь может быть в разной степени, в разной степени принадлежать тому, что мы бы назвали Вселенской Церковью, то есть Церковью телом Христовым. Всё, от чего зависит, в какой степени поместная церковь следует вот тем критериям, которые были названы. Держится вероучение, держится принципы духовной жизни на основании святых отцов и только святых отцов. Не разрывает предание, следует традиция, исторической традиции. Вот так, друзья мои. Это очень важное положение, касающееся Церкви. Вы не удивляетесь, что я так быстро иду? У нас с вами сокращено время, вы же знаете, да? Сокращено, поэтому нам с вами ещё много есть вещей, о которых стоит поговорить, и потом у вас может быть много вопросов, на которые вы бы хотели тоже как-то порассуждать. Хочу сказать ещё следующее теперь вам. Когда мы говорим Церковь, то мы подразумеваем, значит, этот некий внутренний невидимый организм, которому каждый человек принадлежит, каждый верующий, лишь по степени его ревности, его жизни. Вы слышите? Ни вспотение ума, ни его знаний, догматов. Не забудьте, что бесы знают все догматы и истины лучше всех докторов, профессоров богословий вместе взятых и остаются бесами. Православнейшие же существа. Вы не забудьте, что бесы православнейшие существа. В каком плане тоже знают все истины. Все лучше нас. Не это является полноценной характеристикой человека, а его жизнь. Это надо твёрдо помнить. Что является одной из важных функций церкви? Это таинство. Обращаю ваше внимание, что таинство – это функция церкви и только церкви. Таинства не могут совершаться вне церкви. Если таинство, где признаём мы, значит, мы признаём церковь. Потому что вне церкви не может быть таинства. Нельзя же на сцене совершать таинство. на сцене театра. Пожалуйста, в опере, пожалуйста, вам бракозачитание могут произвести. Но никто же никогда не считал это таинством. Правда же? Таинство есть функция церкви. Обращаю на это ваше внимание. В ней только они совершаются. В ней только они приобретают благодатную силу. А сколько их? Таинство сколько? Я не знаю. Не знаю. И не знаю, кто знает. Только не раньше XII века слышите? на латинском западе появилась формула семи таинств. Слышите? Не ранее XII века, после тысячи, почти тысячи с лишним лет, вдруг заговорили о семи таинствах. А как же святые отцы учили по этому вопросу? Очень интересно. Если мы обратимся к истории древней церкви, то находим самое разное количество их. Но вот первая попытка, говорят систематизировать учение о важнейших священнодействиях церкви, связана с именем святого Дионисия Реопагита. В книге о церковной иерархии он выделяет шесть таинств. Эти шесть таинств такие просвещение, крещение и миропомазание как одно целое, Евхаристия, освящение мира, вы слышите? Освящение мира, вот то мир, которое миропомазует. Это называется таинством. Священный сан, священство, то есть монашество и чин погребения. слышите? Вот. Дальше мы видим таинство перечисления бывает десять, пятнадцать, двадцать, два, пять. Никогда в древней церкви не было учения просто о семи таинствах как таковых. Просто не было его. Что такое таинство? Для того, чтобы понять нам этот вопрос, что такое таинство? Я попытаюсь сформулировать, друзья мои. Таинство в церкви называется священно-действие. Обращаю ваше внимание. Действие. Священно-действие, совершаемое священно-служителем по определенному чину, во время которого верующий человек может получить соответствующий дар благодати Божией. Вот что такое таинство. Священно-действие. определенное. Сколько этих священно-действий? Действий очень много. В церкви нет пустых обрядов. Освящение воды, великая агиасма, это что, таинство или нет? Если это вода святая, значит, таинство. если это не таинство, значит, вода не святая. Ну-ка, скажите, сейчас пойдите, да вас камнями побьют и правильно сделают. Как же? Мы верим действительно? А зачем мы освящаем дома? А зачем мы освящаем поля, машины? Разве не с той верой, что по молитвам верующего человека верующего? Мы действительно получаем какой-то дар благодати Божией на этом участке нашей жизни. Нет безблагодатных священных действий. Поэтому сказать, что бракосочетание – это таинство, а монашиство – это не таинство, это просто хула. Что покаяние – это таинство, а освящение Великой Агиасмы – это не таинство? Это что такое? Нет в Церкви числа таинств. Не было них никогда. Но посмотрите, как в наши учебнички всё это зашло! Ещё раз, вы знаете, если бы вы так внимательно начали смотреть, то вы просто бы удивились, сколько к нам вошло в учебники этих западных вот этих вот идей. И не удивляйтесь этому, потому что когда даже наша Академия возникла в XVII веке, так, откуда вот вас сейчас поставят преподавать, и вы сразу что ринетесь? Так, где? Что? Где литература? И вот тут, пожалуйста, готовенькое. Готовые католические учебники там уже были готовые, конечно! А потом протестантские появились, конечно, как-то немножечко корректировали, но сколько вошло к нам? В частности, и эти семь таинств, число! Причём, в семи таинствах сейчас монашества нет в современном перечислении, великие агиасмы, освещения воды нет! Это, оказывается, не таинство! Тогда что же это? пустой, оказывается, обряд, какое поношение таких молитв, таких событий, я бы сказал, в жизни человека! Ещё один момент, который для нас с вами очень важен, это связанность с пониманием таинства. Что такое таинство? Я дал вам определение. Это необходимая вещь. Конечно, это священно действие, потому что иногда мы подменяем это понятие священно действия каким-то образом, в переносном смысле употребляем и так далее. Как, говорят, правый разбойник крестился на кресте, кровью? С одной стороны, кажется, да, с другой стороны, нет, священно действий же не было. Так а как же, благодать крещения он получил или нет? А священно действий не было. Но никто же его не окунал, правда же, трижды, и не произносил ничего, что он крестит своими Святой Троице. Вопрос очень важный. И в истории Церкви мы находим множество таких фактов, когда никаких священно действий не было совершено, но дар благодати был получен. О, какой важный ещё момент в понимании таинств! Это очень важный момент. Нужно различать, но мы с вами ещё, может быть, поговорим, я приведу, может быть, святых отцов различать две стороны. Дар благодати подаётся не священникам. Священник только действует, совершает действия, читает молитвы, и дай Бог, чтобы ещё он молился в это время. Да, а не думал о футбольном последнем матче. дай Бог ещё. Но он только действует и читает молитвы. Дар благодати не священник подаёт, а Христос подаёт. И этот дар благодати Христос подаёт не в силу совершённого действия, как это мы находим в католическом учении «Экс опера операто». Нет, не в силу совершённого действия. Правый разбойник на кресте не испытал на себе никакого священного действия, а получил дар благодати. Дар благодати Господь даёт в зависимости от состояния души человека. Об этом мы с вами будем ещё говорить. Я вам приведу целый ряд мыслей святых отцов от состояния души. Священно действия же даны церкви для удостоверения нашего, чтобы мы знали, что если мы с верою принимаем это таинство, то мы получаем и дар благодати Божией. Для нашего удостоверения. Но святые отцы при этом предупреждают, ой, как строго предупреждают. Ну, скажу вам хотя бы простую вещь. Серафим Саровский на земле ты причастился, а на небе остался непричащённым. Непричащённым! А ты подошёл, всё. Этим христианские таинства отличаются от языческой магии. Прошу обратить ваше внимание. Это серьёзнейший вопрос. Серьёзнейший вопрос. Чем характеризуется нехристианская всякая магия? Тем характеризуется верой в то, что благодаря знанию определённых я бы сказал заклинаний и действий оказывается, можно с их помощью достичь результата. Но необходимо правильно совершить эти действия и заклинания. И всё. И те оккультные силы, слышите, оккультные, то есть тайные силы, по-гречески мистические силы, они никуда не денутся, потому что этот мах, этот жрец, этот волк, или как угодно, он знает, знает это, что нужно. и произнеся их и сделав то-то, так эти силы оккультные подчиняются ему, и он достигает своей цели. Такова языческая вера, слышите? Языческая вера такова. Бога фактически нет, отрицание Бога. Христианские тайны характеризуется тем, что если принимающий его человек не имеет надлежащего состояния душевного, то есть веры, искренней веры, первое условие, второе, второе условие, обращаю внимание, не забудьте проповедя, скажите, мало веры, и бесы веруют. И второе условие обещание внутри себя Господи, насколько я смогу, я постараюсь исправиться. Обещание Богу доброй совести. Два условия. Если эти условия есть, да, таинство совершится. В каком смысле совершится? Господь не спошлёт этому человеку соответствующий дар благодати. Если это условие нет, это условие я равнодушен, совершенно холоден, ничего я не собираюсь изменять в своей жизни, какой я был, таким и останусь. Никакого таинства не совершается над человеком. Священное действие совершено, но да, а дара благодати нет. так учат православная церковь. Таинства совершаются не в силу совершённого действия, а в силу как раз веры человека и его искренности. Это чрезвычайно важное положение, друзья мои. И этим христианские таинства отличаются от магии. Но мы все с вами являемся свидетелями, насколько язычество сильно в нас и насколько для нас важно, конечно, главное, совершить, принять таинство, священное действие совершить, а всё прочее это уже второстепенно. Поэтому и крестим, и венчаем, и браку сочетаем часто людей очень далёких от веры и от жизни. Это страшное дело, очень страшное дело, в котором совершенно происходит искажение всей духовной жизни человека. поэтому христиане всё реже можно встретить христиан настоящих. В основном одна внешность. Одна внешность только. Вот что происходит. И это беда. Святитель Иоанн Златоуст подчёркивает, дары Божии не таковы, чтобы они зависели от священнической добродетели. Всё происходит от благодати, а дело священника отверзать уста, а всё совершает Бог. Священник только совершает своими руками бескровную жертву и участвует в этом деле, а освящает и силу сообщает его действие Святой Дух. По православному учению нельзя заставить Святого Духа войти в человека совершив какие-то действия и принеся слова. Нельзя! Потому что это не магическая сила, а Бог. Понять бы эту истину как важно. Нельзя! Не может Дух Святой войти в человека, который не верит, не хочет изменяться и не принимает его. Это надо понять, что внешне можно совершить таинство. Внешне! А внутри что? А внутри остаться без всякой благодати. И это, к сожалению, происходит очень-очень немало. Ах, вот я нашёл. Смотрите, число таинств. Иоанн Дамаскин упоминает всего два таинства. Дионисий Ариапагит и Фёдор Студит – шесть таинств. В XIII веке даже 24 таинства. Иосаф епископ Эфесский – десять таинств. О, как! Это просто я видел, что у меня должно быть. Так вот, друзья мои, таинство не магия. И нельзя надеяться на то, что, окунув трижды или побрызгав трижды священника и произнося формулу крещальную, мы уже Духа Святого заставили войти в человека. Нет! Дух Святой не подвластен священнику. Ибо таинство не магия. Вот это, друзья мои, чрезвычайно важное положение, которое мы должны себе, я вам скажу, твердо усвоить. Духа Святого не подвесить. Спасибо за субтитры и субтитры Продолжение следует...